Приветствую вас. Честно говоря, хотелось бы получить обратную связь на ваш текст, который вы написали до дополнения, вот, но так никакой обратной связи не дали, вот, и мне кажется, проблема куда более глубокая, чем то, что вы описываете, сводя её только к функциональной какой-то какой-то истории. И когнитивной, вот, на мой взгляд, проблематика здесь в первую очередь в контакте с вашим партнером, в том, что вы не женаты, в том, что вы себя репрезентуете несколько дискредитирующе, вот, но вы, вы предпочли, не знаю, вы предпочли просто на этом не заморачиваться, очевидно, вот, поэтому сейчас я могу сделать это, принять это, хоть и у меня другое мнение, и попробовать отверстие вам на ваши дополнения. Недавно опять поднялся разговор про обязанности и роли, я спросил, какие у тебя обязанности, вот, у меня мы выяснили, готовка, уборка, стирка, а у тебя? Я думаю, что разговор про обязанности, в принципе, поднимается всегда не просто так. Я думаю, что если поднимается разговор про то, кто что должен делать, то мы здесь, конечно, можем говорить об определенной какой-то, может быть, неудовлетворенности. Мы можем здесь говорить об, например, допустим, ну, допустим, мы можем говорить здесь о каких-то обидах, мы здесь можем говорить о каких-то таких вот, ну, знаете, может быть, непониманиях, да? Вот, мы можем говорить о какой-то такой, ну, может быть, неудовлетворенности, вот, потому что вопрос обязанностей, на мой, на мой взгляд, не поднимается никогда просто так, не поднимается никогда на ровном месте. Вот, по моему мнению, да, вот, поэтому попробуйте, пожалуйста, подумать, вот, что могло бы такие разговоры, да, скажем так, спровоцировать, вот. Что могло бы приводить вас к разговору, к разговорам об этом, вот. А может быть, может быть, речь идет о таких моментах, что вам кажется, что вы, допустим, делаете для человека, больше, чем вам того бы, например, хотелось, вот, то есть не может ли быть вот такого момента, что вы делаете для мужчины, да, больше, чем вам, ну, чем вам хочется, больше, чем вам комфортно и так далее, вот, например. Также, на мой взгляд, проблема может заключаться еще и в том, что вы не просите, как я уже, наверное, говорил в своем предыдущем ответе, проблема может заключаться в том, что вы не просите у мужчины того, что вам хочется, вот, то есть, ну, вот, вам, вам может чего-то хотеться, вот, вы можете чего-то хотеть, вы можете, вот, вот, в чем-то нуждаться, вот, но вы можете об этом не говорить, вот, и вы таким образом через, вот, обязанности, да, пытаетесь, значит, ну, как бы, получить от человека то, что вам хочется, вот, ну, таким, ну, таким, знаете, полу, полу легальным способом, потому что, ну, напрямую не получается, да, вот, и вы, вот, можете пытаться, вот, таким образом это, это, это делать, и, вот, и, на мой взгляд, это, конечно, путь в никуда, на мой взгляд, вот, потому что ваша неудовлетворенность, да, она все равно будет чувствоваться, она все равно будет ощущаться, вот, потому что вы не прямо говорите о том, чего вы хотите, вот, и, на мой взгляд, вот это вот сейчас самая, такая, большая, как я думаю, проблема, вот, для вас, потому что вы к себе не внимательны. Дальше. 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 Мужчина немного подзавис, потом оказалось, что разделение обязанностей, то есть все по полам, к примеру, я занимаюсь годовку, он в этот момент ходит в магазин, я мою полы, он вытирает пыль. Правильно ли распределили? Ну, а что есть? Правильно. То есть, ну, не знаю, какой, да, но я, например, затрудняюсь в этом смысле сказать, что правильно, а что нет. То есть, мне кажется, не бывает такого, правильно или неправильно распределение обязанностей. Мне кажется, что обязанности распределяются не потому, что человек, ну, должен, да, а так, как ему хочется, то есть, что хочется делать, что хочется делать вашему мужчине, например, для вас, да, вот, и хочется ли ему делать вообще что-то. Вот это, мне кажется, куда более важно, чем то, например, что вы просто, ну, значит, создаете правила, вот, потому что эти самые правила очень может быть, что, ну, захочется нарушать, вот. И, как мне, опять же, кажется, что нет никакого брока от правил, если они, ну, знаете как, если они, как-то вот, ну, искусственно создаются. Вот. Дальше. Мои обязанности наведения порядка по дому. Готовка и мои обязанности в помощь мне, то есть, что я попрошу сделать. Мне не нравится, еще раз повторю, мне не нравится слово обязанность. Мне не нравится это слово, мне все-таки нравится больше идея про какую-то, знаете, ну, свободу, вот. То есть, не то, что я должен, а просто я хочу. Вот. И, вероятно, вы здесь в какой-то степени боитесь сталкиваться с тем, что мужчина может не хотеть вам помогать. Вот. Вот. Вы можете сталкиваться, бояться с этим сталкиваться. Вот. Вы можете избегать этого. Если это так, то задача психолога заключается в том, чтобы помочь все-таки вам с этим столкнуться. Чтобы помочь вам выстраивать отношения более глубокие, чем сейчас. Без когнитивного регулирования, но регулирование более глубоким, чувственным, эмоциональным. Вот. И так далее. И многое здесь зависит от того, на каких основаниях вы выстраиваете отношения с мужчиной. Да? Что это за основания? Как вы их выстраиваете? Вот это очень важно. Поэтому предлагаю вам заняться вот этим, а не выстраивать правду. Удачи вам. Всего самого доброго. Будем надеяться, что вы все-таки подумаете над обратной связью. Как по первому моему ответу, так и вот по второму. Спасибо. Спасибо. Спасибо.